Забыла я на самом деле поставить задержку. Ставила у меня задержку где-то полминуты, а нужно как минимум 2 минуты и правильно всё. Ой, что-то я сегодня какая-то несобранная. В воскресенье на это всё влияет. А то мне казалось, я поставлю задержку. Ну, да ещё раз извиняюсь. Да, из-за меня, наверное, вот это всё дело распылилось. Ох, как меня будут костереть девочки из БФ, и будут в этом абсолютно правы. Старалась я в любом случае, конечно, не говорить про вот этот вот смог, да, но... Виновата, по сути, была я. Ну, что же. Что же вам такое весело сказать? Не буду я там ничего по линиям говорить. Всё я показываю. Так вот, единственное, в чём различие, это то, что у нас решил Разор пойти. Псоу на топ, ставить против Дума. А Бристлбэк, так сказать, утолстил. Трипу за Тим. Надо мне ещё в оффлайн выйти, я думаю. Всё, это будет прям последний, так сказать, мой штрих. Чтобы ничего не отвлекало. Кроме кликов мышки. Ну и давайте наслаждаться игрой. Есть у нас уже первые крипы клопы. Открывает она этот счёт. И Бримастер решил через промахи играть. В принципе, это действительно очень удобно. Эта тактика против ранжевого соперника. Я думаю, что у нас на фаст боту, ну, вот столдшилд у нас. Хотя, с другой стороны, не знаю, 50 маны стоит. У неё хватает промахи всего лишь на 4 раза. Успеет ли донести она до себя боту, вот в чём вопрос. И основной экшен, я думаю, всё-таки будет происходить у нас на низу. Стандартно, Трипу на Трипуа. Это всегда что-то интересное. И Бресту в этой ситуации будет не настолько удобно, как Гирокоптеру с позиции, так сказать, милишного персонажа. Квапа-то у нас. Вы посмотрите просто, что делает Квапа. Запускает она уже, наверное, третий, я думаю, даггер. В Бримастера. И вот у Бримастера осталось маны всего лишь на одно пиво. Кормил удосы тоже Квапу. И нет никакого регена на маны. Цемочек у нас ещё пока первого уровня. Нету ни ауры. И вот сейчас Бримастеру придётся действительно несладко. Если до этого ещё было как бы только начало, да, то сейчас будет, наверное, кушать танги, будет стараться где-то на своём ХГ забирать хоть парочку крипов. Не завидую ей. Ждём мы, когда реконнектит у нас Вингам. Будем надеяться, что это, как говорится, последняя пауза. И будет у нас всё так беспаузово. Идеально просто. Идеальная женская дата. Нет, не полминуты задержка. Задержку я поставила. Задержка стоит 2 минуты. И, соответственно, она будет где-то 2 минуты и секунд 20. Должна быть. 15-20. Это у меня странная особенность на ОБСе. На самом деле. Причём до того, как я обновила ОБС, у меня не было такой особенности. Сейчас у меня стандартная, если я не ставлю задержку, она у меня 20 секунд всё равно стоит. Кстати, и на фастбота скупилась к попам. И она также, как и Брюмастер, уже использовала практически весь свой запас маны. То есть, также осталась на один дайгер. Будет у них переброска каждому по одному с полу. И Брюмастер всё-таки, может быть, вздохнётся легче. Если так посмотреть, у неё есть талтшит, 4 армора, 3 танго. То есть, довольно-таки жирный персонаж. Так что, я думаю, Брюмастер доживёт до своего ботла. Но, конечно же, крипов до ботла ему практически не видать. Так, на хг будет, наверное, из пачки забирать по 2 крипа. Такую ставочку я делаю. Но всё на это. Ух ты. У нас тут действие. Рисует Лама. Сама себе. Я сначала подумала, что это ей либо капитан, либо там, ну, кто-то из команды. Что-то подсказывает, показывает. А это Лама просто предсказывает свои же действия. Боюсь, на самом деле, говорить что-то там, типа, насчёт заваржено, тут забочено что-то или не забочено насчёт вардов. Мало ли, сколько продержится пауза. Усфейт услышать там или увидеть кто-то что-то. Кстати, Брис, я смотрю, сразу же купил стики. Я с него стал шилд и пробивать девчатам будет его действительно сложно. Ну что, готовы команды? Звучат просто последние секунды этой паузы. Наслаждаемся эти две и одна. И снова началась у нас битва. Продолжилась. А, ремастер уже подальше отошёл, отошла за свои леса. Старается получать только экспу. Нужно ей сейчас максимально отхилиться к следующей пачке крипов, я думаю. И посмотрите, на низу, кстати, накопилось уже аж три даника, так что Брис, то, в принципе, получит своих крипов, я думаю. Называется и на моей улице, наконец-то, праздник. Что у нас тут сверху? Сверху, кстати, у нас дума без сапога. Дума-то очень неудобно должно быть. Я думаю, Лауна будет постоянно с тачеклинком отвлекать, отгонять от крипов, также набирать себе дополнительный дамаг. Для того, чтобы доказывать думу, что всё-таки Разор к чём-то посильнее будет. Без бота решил Клопа себе забрать руну, забрал на себе инвиз. И, я так понимаю, здесь у нас с лаплинием идёт. Действительно, у Бримастера будет намного проще стоять с думом, чем с Клопой на миду. А Разору, Разору. Ну, давайте посмотрим на дамаг, да, 66 плюс 3, практически 70 дамага против 50. Притом, что Клопа, она, конечно, без сапога, но у неё есть блинг. Так что, я думаю, Разору тоже будет не настолько хорошо стоять. Виндета нанизу подставляется, получает станы на винги. Сюда же тамба. Полный просто рокет барыш получил, но всё равно, действительно, Бристалбэк. Он не зря завёлся жирным персонажем. С нулёй, как правильно сказать, с нулём армора, но всё равно. Выдержал весь этот прессинг, выжил. А девчата потратили тамбу, который ещё 40 секунд кудал на винга. Теперь снова подставляется, получает стан. Так. Пытаетесь Огар добить руки, получает также ещё и ЦМ. Но уже ещё один хит умирает. Огар. Умрёт ли сейчас Огар, есть у него ракетка. Будет Дикей, наверное. Нет, Дикей нет. И зря. Гирокоптер не получил поддержки от своей тиммейтки. И в итоге небольшая, так сказать, мискоммуникация. И Гирокоптер также погибает. 2-0. Поздравляю за этим. С таким замечательным началом. Кто у нас забрал ФБ? ФБ у нас было за Агром. Отличный буст Агру. Я сразу же вспоминаю того Огара, который на 9-ой, если не ошибаюсь, минуте собрал Аганим. Свежие воспоминания, так сказать, об СЛТВ. Здесь, конечно, у нас такого не будет. Но, тем не менее, Огар, я думаю, сейчас себе оформит быстренько сапог. И, может быть, даже будет гангать. Квапу, в принципе, можно подгадать. Допустим, с тем же статинг-линком заставляешь блинковаться Квапу. И после этого подходит Огар. И можно ее забирать. То есть, первый лево это 12 секунд кулдаун. Это слишком большой кулдаун. Странно, на самом деле. Девчата видели, что Огар ушел. Стреплы. И при этом не попытались агрессировать. Снова у нас пауза. Проблема у нас у линги. Проблемы, я не знаю, с интернетом. Или что-то там. Валва для нее. Какой-то подарочек приготовили. Последняя у нас слегка подлагивает. Дота. Болеют зрители за Тим. Инверна тащим. Инверна ты можешь. Из детства за Гунину. На самом деле, вторым саппортом взять Буфе тоже собрать стики. Андаинка еще только их не хватает. И Бристов будет очень выручать в плане маны. Потому что, если, допустим, у Радиантов у нас будет впоследствии Аура Циэнки, то Дейра не мог похвастаться таким преимуществом. Красиво на самом деле у нас идет крипы. 13, 12, 11, 9, 8, 6, 3. И бедные 3 саппорта. Без единых хрипов. Да. Но Буфе точно уже поняли, что... Даже если Виндета подставляется, как она в прошлый раз, я так понимаю, за сапогом она сюда ходила. Даже если она подставляется, то забрать ее они не могут. Особенно при поддержке тиммейт криадам. И им нужно пытаться ловить только Циэнку, я так понимаю. Потому что забрать того же Огра с семью арморами, это... Ну, не знаю. Я представила, у меня просто... Мне смешно это становится просто... Если вы в Бристане можете забрать с тремя, я не ошибаюсь, арморами, да, с тремя арморами, то забрать Огра это совершенно нереально. Как-то вот я не подумала действительно о том моменте, что, может быть, не Разорс стоять в триплее, а Бристол. Да. Так что я думаю, сейчас самое главное, это просто Герокоптеру и дальше продолжать забирать всех крипов. Максимально-максимально крипаться. И в случае чего ловить только на ошибки. Не пытаться самим атаковать, потому что мы увидим, чем это закончилось, да. То есть 0-2 в их же, так сказать. Минус в их же зачетку. Я думаю, в ремастер у нас уже оклемался. В 800 он голду имеет на руках. Аж 6 крипов уже на него. Даже успела 4 где-то... Успела 4 где-то, знаете. Что-то страшный такой ураган тут нарисовал у нас. Лама. Лама. На самом деле, еще один странный момент. Я только сейчас обратила внимание. Посмотрите, у нас у Undying есть телепорт в инвентаре. То есть, может быть, они решали слапаться в какой-то момент, я не знаю. Но просто обычные лановые саппорты, предположим, с FTP, да. То есть, предположим, что этим саппортом будет, ну или вообще героем просто, будет выступать Undying. Чем Undying поможет куда-то ТП-6? То есть, ну, я понимаю, если есть Саурип. Да, в принципе, это возможно. Но я не думаю, что она будет качать его там до того же, до пятого, до седьмого лава. Конечно, посмотрим. А при трипле и при, так сказать... При том, что она саппортная, это трипле. Я не думаю, что у нее будет быстрый этот лавел. Потому что я думаю, что телепорт все-таки стоит отдать Винге. Винге в случае чего. Помогайте своим тиммейткам. Помогайте своей команде. А пусть у нас здесь Боттл Квопа. Забрала нам внизу руну. Забирала, если не ошибаюсь, я на баунте. А вот Трозору скучно стало. Возвращается на свою линию. Есть у нас Клэп на хосте. Высасывает весь дэмэдж. Но думала, отсюда никуда не денется. Единственное, что он может продамажить Бримастера. Что он, наконец-то, она и начинает делать. Так сказать, немного хотя бы осложнить жизнь. Потому что потом уже сама будет сюда возвращаться. Драться с Бримастером. Ну что же, это 3-0 уже. Просто отличнейшие 5 минут для Азотим. Бристу, кстати, приблизился к Гирокоптеру. Примерно одинаковое уже количество крипов. А вот Клопат чуть-чуть неуверенно начала чувствовать себя на миду. На своей позиции. Так, снова Ракия от Кана. Бристу, а я думаю, просто отгоняет его сейчас от крипов. Да. К нему неудачному моменту крипов она успеет сейчас забрать. Квилинг спрэмин забирает. В принципе, действительно, как вариант, чтобы Бристу не забирал всех крипов, можно вот так какой-нибудь там, в какой-то момент... Так. Так, нападение. Стан. Сюда же Игнайт. На Вингу ставит защитную тамба. Гирокоптер. Откидывается спелом. Ой, лоид. Забыл название спелом. Пытается милишники сейчас пробить тамбу. Это может быть стать ошибкой. Уходит Огр. 60 хп. Забирает Агра. Наверное, брось сейчас Бристу. Попробуй забрать цемочку. Цемочка откидывает новый. Бристу вцепился просто в гирокоптер. И понимает, что сейчас Квилинг спрэмин его забирает. И она забирает это делать. Это уже минус 2. И ондайн. Каткатится Дикейн. Ну почему же? Мне кажется, что стоило все-таки сейчас. А вот и ответ почему. Приходит сюда у нас Копа. Вингадо, СН по Бристу. Замедление. Еще нужно одну тысячечку же. Эх. А нет, не добили. Я подумала, что из Денайт в итоге не успели добить. Бристу также умирает. Приходит сюда Раззора. Запоздала. Забирает Копу. Ошибается у нас здесь Твиклопа. В ремастер просто у нас здесь уже все, кроме Дума, побывали. Я хоть... Надо проснуться. Я как-то запоздала. Так всех вижу на самом деле. В итоге такой у нас очень веселый файт произошел. 3 в 2, как мы видим. Андейнг нас так не забрали. Да, все правильно. 3 в 2. Потратили при этом все, что можно было потратить. И вопрос в том... Да, вот. Квапа снова сюда приходит. Не использована до этого ульту. Впрыгивает. Мне кажется, сейчас Квапу можно просто развалить. Да. Зайдется Стан. Игнайт. Квапа разульчивается. Под тамбой она, в любом случае, умирает. Так же, думаю, на ЦМчик. Когда в Дев, ЦМчик умирает. Гирокоптер. Не заметил уровень Бримастера. Забирает такие аграны. Бримастер разваливается. Извиняюсь. Распадается. В ульту пытается загнать гирокоптера всеми тремя пандами. Просто ты не убежишь от меня. Неужели сейчас запутается в крипах? Подходит на подмог Бристал. Поднимает вверх Дума. Отлично. И в итоге Бримастер так же. Сейвит себя от какого-либо... Посягательства на свою жизнь, так скажем. И вы посмотрите. И дальше все опять продолжается. Я так понимаю, Клопа опять вверх. Нет, не Клопа. Бримастер. Клопа попадает сразу по троим. Бристал ничего не боится. Понимает, что есть еще и стики. Получается, стан в итоге Дума у нас уходит. Но вот Винга. Винга своим станом засейвил, конечно, Думу. Но при этом умирает, к сожалению. На? Где же находит ману на все эти скиллы у нас? Родианты, я не понимаю. Я каждый раз на них смотрю, у них нет маны. Потом раз, у них опять от них лезет 1-2 с пола. И снова они выиграют Драко. 11-4 на 8-й минуте. Надо сейчас как-то собраться до Иран. Со следующего, допустим, Дума. Вот сейчас у Клопы как раз откатится ульта. Дума откатится. Или наоборот, наоборот. Можно с Клопой какой-то одиночник, так сказать, ганг попробовать сделать. Ну, опять-таки, это сложно. Жирные персонажи у Родиантов. Единственное, не жирная у нас цемочка, которая одна не ходит. И что-то решили у нас сделать саппорты. Поняли они, что популярность нижней линии у нас как-то немного, так сказать, остыла, опустилась. И пошли искать приключения дальше на следующей линии. И заодно снабжать их им соперников своих. Розор отгоняет Клопу. Заставляет использовать Блинк. Подходит сюда Дум. Думит. Тут же Даггер от Клопы. И вот она, пассивочка-то, Розоро. Ну вот ты удариваешь. Что? Успевает-таки впрыгнуть Клопа. Крикнула. Ловит сзади Аграс с Эммочкой. Получает станы. Здесь у нас Фразбайт на Дума. Дума в итоге они не заберут, я думаю. Но дело не выполнено. Розор у нас выжил. Клопа у нас умерла. И Розор даже возвращается обратно на линию. Есть ТП от Венги. Сюда же еще и Анда инкклезит оставляет. Они Герокоптер. Я не знаю, зачем такие запоздалые ТП сюда делать. Только есть, наверное, пушить. Не думаю, что это была их цель. Но испугались они просто заодно. Мы потеряли так уже Клопу. И хотелось им терять так же. И другого корс-персонажа. Примастер, кстати, откатился ультам. И, ух ты, пропустил Анда инкклезит. Что здесь у Анда инкклезит? Ставил вардик, я так понимаю. Один здесь вардик есть. И за это поплатился. А самое обидное, что, я думаю, за Тим понимали, что... Она шла туда ставить вард. И все, скорее, его поставили. Я думаю, сейчас будет раздевардинг. Если есть Сентрики. Да, вот есть Сентрия. Видит она вард. Сейчас точнее увидит. И... Анда инкклезит в итоге у нас и умер. И... Так сказать, потерял вард. Потерял эти 75 голды. Клопа. Ну, не убьет она приства. Просто отгоняет. Им красивыми путями пришла к ней, дети. Сверху снова нападение. Гирокоптер. Откинутся ракеткой в ремастер. Сколько дамага у него разор высосал. Просто разор с дабл демажем буквально. Еще и на хосте. Бремастер разваливается. Бремастер нужен. Анда инка поднимай. Неужели сейчас там баба будет? Гирокоптер успел откинуть с ультой. Дум получает разор. Тамбу в итоге у нас. Анда инк поставил. Разор. Разор не понимает, что ему лучше делать. В итоге просто принимает решение уйти. Все правильно. Ребята без него. Девчата без него разберутся. Без нее. Да что ты. Это огласовка. Надо не забывать. Отличное действие, между прочим, от Ламы. Она понимала, что никто ее не успеет динайвить. Что все тиммейтки заняты. И отдалась просто крипам. Пойпали у нас также в ингу. Скинулись. По три с пола. На секунду я показала, что нейтралы сделали дабл килл. И что у нас, цемочка отдалась нейтралом. Но нет. В этот раз здесь не было урса и склепом. Так что это у нас клопа забрала цемочку. Что у нас тут покажет? Два на три. Я не думала, что смерть гирокоптера у нас тоже сюда попадет. Но тем не менее правильно показывает статистика доты. Привет, пега. Так, что у нас тут? Разор тем временем практически нарисовал смека. Буквально 550 голды. Не хватает. Также есть у нас деньги на даггер у брюмастера. И у меня, если честно, очень страшно теперь за БВФ. На самом деле страшно даже по лавуам. То есть, если мы видим, у радиантов у нас у всех есть шестой лава как минимум. То здесь у нас шестой щиток андайнг. И венга до сих пор четвертый. Кстати, интересно. Без аура накачается. Минус армор. Ну, хотя, с другой стороны, а что в этом интересного? То есть, у нас очень-очень жирный пармор у разор. Огар. Пристал. И просто по двум линиям сейчас давят. Овид Дума. Не ожидал даггер, наверное, от брюмастера она. Ну, никаких шансов. Никто даже не делает сейф тп. Никто не задумывается о том, что Дум можно попробовать спасти. И просто на халяву забирает. Бристалл оформит себе уже вангуард. Да, будет это Кримсон. Я еще подумала, что на вангуарде просто у нас виндетта не остановится. И действительно, сразу же собирает она себе бристалл. И даже венга с своим вейфом террором не сильно, я думаю, поможет в этом плане. Я даже при просто неактивном, да, Кримсоне. Эх, Квапа практически подставил. Успевает она сделать блинг. Отлично. Хотя она с Денайдом, так понимаю, вышечку. Но, в принципе, не так много и перевалила Родиантом. Сверху пропсил замес. Напалил на Гирокоптер. Гирокоптер успел разультиться. Замедлил он в итоге Бримастер с огром. Попытка сделать тп. Понимает, что он не уходит. Нет у него даже сапога. И в итоге это минус 2 от девчонок. При том, что у Бримастера до сих пор еще есть Прайму Сплит. Я думаю, пойдут они сейчас на вышку. Это последняя Т1 будет для них. И БЛФ принимает здравое решение не дейвить эту вышку. Да, плохо-плохо у нас делал БЛФ. Но, как уже много раз говорилось, этот новый патч помогает выбраться из таких ситуаций. То есть буквально 1-2 за место и отыгрывается преимущество. Как в XP, так и в левеле. Главное это просто не отчаиваться. Не писать ГЛ, играть до последнего. Как говорится, если долго трудиться, что-нибудь из этого получится. И самое обидное, что вот даже выцепить некого. Мало того, что Родианты практически не ходят по одному. Еще и если ходят, то Бристла. Вот как ты выцепишь этого Бристла? Да, я так понимаю, тут вообще Кримсон уже летит. Да, вот он Кримсон. Даже в пятером девчата с думом. Нет, я думаю, даже в пятером не заберут они вендетту. Потому что будет какой-нибудь с ФТП. Девчонки побегут на спасение своего тиммейта. И в итоге, да, не позавидуешь сейчас положению казахшек. Правильно так, да, сказать? Из Казахстана с БЛФ. А Родианты не оставляют свой напор. Приступают они к осаде первого Т2 Таура. Уже половину вышку забрали. Не встречают пока что никакого сопротивления. Есть у нас Глиф. Третьей вышки, кстати, извиняюсь. Нет никаких дагеров. Единственное, что есть у нас, это Квапа на Блинке. Который, конечно, может влететь и перепугать. Но после она тут, конечно, уже не выйдет. То есть нет никакой инициации, по сути, у нас пока что у дагеров. Не хватает им артефактов. А Винги не хватает 6-го левела. Вот я даже не знаю. Ну вот, допустим, Винга высвапывает. Кого она будет высвапывать? Как бы цели. Это не дать заюзать Мекку Розору. Не дать заюзать Кримсон пристал Бэгу. Не дать заюзать Прайму Сплит. Бримастеру. Правильно? То есть кого-то из них нужно себе забирать. Слапать. Извиняюсь. Попытка замеса. Влетает у нас сюда Бримастер. Прайму Сплит. Входит Герокоптер. Герокоптер раскидывает. Успевает неплохо придамажить. Сюда же у нас вот так вопы. В итоге минус ЦМка. Попытка забрать также Агра. Все это находится под Тамбой. Там будто никто не разбивал. Что ты? Извините, пожалуйста. Голос мне немного подводит. На самом деле не ожидала я, что Белфей смог так... Очень неплохо, я бы сказала, отбиться. Они забрали двоих. Прозор, я так понимаю, выжила. Получила надум и сразу ушла из зоны поражения. Не смогли себе позволить Белфей их догонять. Ее догонять. И вот оно, как бы... Маленький такой момент, который Белфей помогает. Это то, что Тамбу практически некому бить. То есть единственные рейнджовые персонажи. Это у нас Разор и ЦМка. Разор получил Дум. ЦМка у нас умерла в начале файта. И в итоге все это происходило под Тамбой. Бристалл запоздал. Вот так вот у нас подошла отсюда. И для Белфей даже лучше все могло произойти. Немного просто... На самом деле Герокоптер немного подставился. Я не понимаю, в какой момент она так вышла. Далеко, далеко от своих тиммейток. Да, вот здесь вот она была. Но это на самом деле еще и хорошая реакция Бримастера. То есть, может быть, девочки бы успели к ней подойти. А в итоге Бримастер впрыгнул. И уже не дало существовать замыслом соперника. Но все равно, я считаю, это был неплохой замес для Белфей. Давайте сейчас глянем на графики. Я до этого боялась на них глядеть. Лучше было глядеть на них пораньше. До сих пор у нас видно очень громадное, так скажем, преимущество радиантов. Затем у нас стремятся к победе. Первый сайт в победе в групповом этапе. Но я не думаю, что Белфей, как мы видим, мы, наверное, все не думаем, что они так легко это отдадут. Будут они бороться. И будут стараться победить. Благо, шансы на это у них есть. Гирокоптер один. Смотрите, Огр просто не боится гирокоптера. Один слэ уже у Агра. Очень-очень нажирная. Скупается он сразу себе ваганем. Это 1800 хп на 19 минуте при 9 арморе. Я просто не представляю, как ее может убить кто-либо. Один точно, даже втроем девчонки не могут ее убить, я думаю. Это, конечно, не ибристо, но тем не менее. Одиннадцатый, кстати, взял у нас Клопа. Теперь у нас больше, так сказать, нюка для файта 5 на 5. Так что самое главное, это не умереть гирокоптеру в самом начале файта. И не отдать эту тамбу. Ну и, конечно же, правильно раскастоваться Клопе. Потому что у нас каждый раз, как мы замечаем, если у нас какой-то такой крупный файт, там 5 на 5, 4 на 4, у нас гирокоптер гибнет, ну, сразу же. То есть в самом-самом начале, в рядах первых. А учитывая, что это у нас единственный хардкерит, то такого делать, конечно же, нежелательно. Надо чуть-чуть осторожнее играть, чуть-чуть в талии. Может быть, дождаться каких-то первых действий, допустим, против своих тиммейтов, то после этого выходить из тени, как вариант. Не же сейчас ДРА будут пытаться дефить Т2. Мне кажется, на хайграунде это будет удобнее. Нет, действительно не идут. Я просто сначала посмотрела на гирокоптер, она так уверенно двигалась по направлению к топу. Опа, оказывается, она просто хотела забрать своих троллей, которые ей до этого не дали забрать. Ммм, угарклапу, клапы. Не думаю. Не знаю, все-таки это БКБшку она себе сразу делает. Ну и вот он, заход на хг. 20-ая минута. Понимаю, девчонки, что их очень сложно остановить. И главное им просто сейчас с радиантом не рейджиться, не уходить за Т4 вышки, а просто спокойно забрать в сторону. Винга, есть у него свап. Ой, ЦМчик изменяясь. Клапа пыталась заденать. В итоге не получилось. И минус вышка. Что же, продолжат ли свои давления радианты. Да, подставляется немного Винга, получается танцы, даже везается Кримсон. Затает Бримастер, Тамба. Просто все раскидываются всем, что у них есть. И это практически тимбайп. Единственное, что я... Нет, Бримастер у нас также выживает. Вот в этот раз Бримастер, наверное, во второй раз пожадничал. То есть она влетела и клапнула, меж того, чтобы влететь и разультиться. Хотя, кто его знает, может быть и так бы она получила Дум. И в итоге забрали даже без Прайма Устана. И в сторону, и минус пять, и сразу же ГГ. Двадцать минут. Немного жалко, на самом деле. Я надеюсь на такую долгую порную войну, борьбу. Я очень верила в БФ, что они смогут. Или хотя бы все это будет подольше. Ну что же, все равно поздравляю я победителей. Получили они три очка. И на сегодня групповой этап закончен. Все продолжение будет завтра. Так что всем удачного вечера. И смотрите, продолжайте игры.